Мы продолжаем прогулку по Голицыну с местной жительницей, краеведом Марии Лобановой. Излюбленное дачное место российской и советской интеллигенции по сей день открывает для историков все новые подробности своей биографии. Голицын многогранно. Мало кто знает, что первый писательский пансионат появился именно здесь. С 1932 года он находился в доме известного антропренера, жителя Голицына Федора Адамовича Корша. Отсюда мы начнем наше путешествие по дачному Голицына. Голицынский дом творчества писателей – это новодел 70-х годов прошлого столетия. Однако, благодаря фотографиям можно узнать, как выглядел пансионат, где в разное время работали Аркадий Гайдар, Анна Ахматова, Яков Шведов, Александр Твардовский, Александр Куприн и многие другие выдающиеся писатели и поэты. Дом Федора Адамовича Корша располагался именно в этом месте, утопая в тени деревьев. В двухэтажном здании были 9 комнат. Наследница Серафима Ивановна Фонская приняла решение передать дом Литфонду с условием остаться директором пансионата. На старых фотографиях у нас есть снимки и семьи Федора Адамовича на этом участке, и дачи Корша. Мы видим, насколько здесь было живописно, насколько здесь было много деревьев. Здесь отдыхала вся его большая семья, и в последние годы жизни, с 1921 по 1923 год, он здесь жил, и в общем-то он здесь и умер. После смерти здесь продолжал жить его сын Евгений Федорович Корш. В 1932 году по договоренности с ним дом был передан в собственность Литфонда, как дом творчества писателей. Дело в том, что в те времена, в 20-30-е годы, была очень большая проблема с жилплощадью. Необходимо было организовать комфортные условия для писательской работы. Это тишина, питание вовремя и какая-то там живописное окружение, природа, чтобы писатели могли после трудового дня выйти отдохнуть, пройтись, погулять. Может быть, каких-то интересных сюжетов из окружающей среды поймать. О знаменитых постояльцах дома творчества писателей напоминает табличка на входе в здание. Считается, что он появился одним из первых в стране. Повсеместно такие учреждения начали открываться после 1934 года. Здесь сказалась прозорливость Серафимы Фонской, не желавшей расставаться с доставшимся ей наследством в виде дачи Корша. В декабре 1939 в Голицыно приезжает Марина Цветаева, снимает комнату неподалеку от дома творчества и получает две курсовки на себя и сына Георгия. За моей спиной находится дача, которую снимала в Голицыне Марина Ивановна Цветаева. Здесь она жила со своим сыном Георгием Ефроном, больше известным как Мур, его так звали в семье. Дело в том, что в дом писателей Марину Цветаеву не пустили, как раз сошла все на то, что она приехала сюда с сыном. И снимала она здесь небольшой уголочек, а питаться за курсовками ходила в дом писателей, который находился буквально за углом. Здесь же Мур ходила в школу, в Голицынскую, которая также располагалась на соседнем проспекте. Есть воспоминания, что, конечно, Серафима Ивановна Фонская, директор Дом творчества писателей, неблагосклонно отнеслась к Марине Ивановне, что она не хотела ей выделить лампу, что она как-то всячески притесняла ее. Тем не менее, именно здесь, в Голицыно, Марина Ивановна соприкоснулась с литературной средой, в которой она чувствовала себя как рыба в воде, потому что до этого она была в эмиграции, где очень-очень скучала по России, по своим друзьям, по творческому коллегам по Перу. Зима 1940 года была тяжелой. Поэтесса едва сводила концы с концами, занималась переводами. Несмотря на личную трагедию, муж Сергей Фрон был в тюрьме, арестована дочь. Марина Ивановна сохраняла бодрость духа. Иногда приглашала гостей, угощала супом с грибами и крупой. На этом фото на Марине Цветаевой бараний воротник. Его поэтесса приобрела в местном магазине. Именно здесь, в Голицыно, Марина Цветаева написала знаменитое письмо Сталину, пытаясь спасти близких. Потом поменяла адресата на Берию и сама лично отвезла письмо в НКВД. Но безуспешно. Изначально они получали курсовки на двух людей. То есть на себя Марина Цветаева получала и на сына Георгия Ефрона. А позже ей отказали и сказали, что либо она должна платить двойную сумму за питание, либо ей будет даваться только одна порция. И вот здесь, по-моему, с февраля 1940 года они даже стали жить в проголоде, так как питаться стали одной порцией еды на двоих. Считается, что в Голицыно произошло знакомство Марины Цветаевой и Арсения Тарковского. Поводом стали его переводы туркменского поэта Кемени. В 1940-м Цветаева напишет «Милый товарищ Т. Ваш перевод – прелесть. Скоро я позову вас в гости. Вечерком послушать стихи мои из будущей книги». Затем будет «Война, эвакуация и кончина». Арсений Тарковский создаст цикл памяти Марины Цветаевой, а после войны купит дом в Голицыно. Дача Тарковских практически не изменилась. Здесь Арсений Александрович поселился в 50-х. Именно сюда, на Пролетарский проспект, в дом 19. К своему отцу будет приезжать режиссер Андрей Тарковский. А в Голицынском кинотеатре «Октябрь» состоится первый кинопоказ фильма «Андрей Рублев». Есть очень много воспоминаний из этой дачи. История про знаменитый телескоп Тарковского, про его астрономическую библиотеку. Известно, что он очень увлекался астрономией. И сюда, когда приезжали гости, они вместе с ним могли посмотреть на звезды. Приезжал Андрей, да? Фильм «Андрей Рублев» был попросом. Да, сюда приезжал Андрей. Он очень любил отца, он его боготворил. И когда он учился, он сюда приезжал. И когда какие-то у него были трудности и успехи, он всегда приезжал в дом отца пообщаться, поделиться своими горестями и достижениями. И именно здесь состоялся первый показ Андрея Рублева. Дело в том, что здесь располагался кинотеатр «Октябрь» в Голицыно. На этой же улице, чуть дальше. В те времена технически показать фильм можно было только в кинотеатре. Тогда не было ни магнитофонов, ни каких-то других устройств. И он привез эти бобины с пленками именно здесь для Арсения Тарковского, для своего отца и каких-то жителей города был первый показ. Но это не считается премьерным, просто вот фактически это был первый. Об этом нам рассказала Марина Тарковская, сестра Андрея. В 1937 году из эмиграции вернется тяжелобольной Александр Куприн. По совету врачей он поселится в Голицыно. Писатель начинает получать множество писем от читателей, разделявших его радость возвращения в СССР. Поселили его на съемной даче, ее специально обставили, соответствующим таким в русском стиле образом. Из окна должны были быть видны березки, в общем, чтобы писатель почувствовал себя по-настоящему на родине. Ему даже по воспоминанию, там, в качестве кухарки, нашли женщину, которая отлично пела русские народные песни. Вот здесь они с его супругой прожили целое лето. О чем сохранилось очень много воспоминаний самого Куприна и переписка с его дочерью, которая в это время еще во Франции жила, и воспоминания современников. Здесь такие заросли густые. Когда-то на этом месте был детский сад. Вот Куприн, который жил вот напротив, вспоминал о том, как дети выбегали утром на зарядку, гуляли. Его это, в общем, радовало, как пожилого уже человека. Потом он вот уже в поздние, там, не знаю, 90-е, наверное, сгорел. И с тех пор территория стоит заброшенная. Но до сих пор, в общем, она по назначению по своему относится к детским учреждениям. Поэтому, возможно, когда-нибудь здесь тоже возродится и будет детский сад, который так нужен Голицыну. На даче в Голицыно жил и советский писатель Аркадий Гайдар. Об этом событии напоминает табличка неподалеку. Дом находится в плачевном состоянии. Сад заброшен. Есть такие воспоминания у Серафимы Ивана Фонской в ее книге «Дом в Голицыне». О том, как здесь Гайдар гонял с мальчишками в футбол, как он с ними играл, и как здесь была написана «Глубая чашка». Конечно же, это такая, может быть, местная легенда. Но Гайдар здесь действительно бывал. Бывал не один год. И даже какие-то кадры известного его фильма «Тимур и его команда» были сняты именно в Голицыне. Мария, мы находимся на Владимирском проспекте, том самом, который сохранил свое историческое название. Да, очень интересная история. Почему же все проспекты переименовали, которые были названы в честь княжеских имен, в честь членов семьи Дмитрия Борисовича Голицына или соседних сел, все проспекты переименовали. Есть только версия, потому что никаких документов не сохранилось, или пока мы их не нашли. Версия заключается в том, что Владимир, у нас был еще один очень известный Владимир, не только князь Голицын, а Владимир Ленин. Дело в том, что когда в 19-20 году началась волна переименований, такой шквал просто, началась настоящая путаница, потому что в каждом населенном пункте оказалось по несколько одинаковых названий, почта не справлялась с своей задачей, никто не понимал, куда надо отправлять письма. И в какой-то момент запретили называть в честь Владимира Ильича Ленина. То есть этим правом мог только верховное правление, значит, обладало, переименовывать в честь нашего вождя. А в Голицыне уже Владимирский проспект был, и, видимо, его сохранили, потому что не надо было ни в честь кого переименовывать, а у нас вот здесь вроде бы как даже намек на какое-то отношение к Ленину. Кто здесь жил? Какие известные люди жили на Владимирском проспекте? Жили какие-то московские видные экономисты, Лимохи, такие фамилии, ну, это просто вот, вряд ли кому-то о чем-то скажет. Была такая фамилия Хацкевич, тоже там предприниматель. В общем, люди тоже обеспеченные, и они какое-то время, даже после революции, здесь сохранялись их дачи. Послевоенная Голицына – это уютные деревянные домики с полисадниками и невысокими заборами. За порядком следит уличный комитет, куда входят уважаемые жители Голицына и местный актив. Кое-где на дорожках сохранилось асфальтовое покрытие. Решение заасфальтировать Голицына пришло в 60-е годы. Интересная история связана с тропинками в Голицыно. Как мы помним, князь Голицын посыпал все дороги щебнем, но с годами, с появлением активных машин, весь щебень уже утрамбовался, и дороги представляли себя просто грязевое месиво. Голицынские модницы, для того, чтобы попасть на работу в Москву, они шли по улицам в сапогах резиновых, на станции переодевали туфельки, а сапоги оставляли у кассира. И, соответственно, обратно точно так же они забирали эти сапоги и обратно шли домой. А в Москву они, соответственно, приезжали в чистые обуви. Так вот, где-то в 60-х, 70-х годах была придумана интересная вещь. Вдоль заборов, вот мы даже можем видеть, вот здесь конкретно остатки этой тропинки, были проасфальтированы дорожки. Все Голицыно было заасфальтировано вдоль заборов, и здесь ходили вплоть до 90-х годов, даже до 2000-х. Еще здесь была жизнь кипела, и прям были настоящие улочки. Вместе с Марией Лобановой мы отправляемся на дачу еще одной известной семьи Шведовых. Ее глава Яков Захарович – знаменитый советский писатель и поэт-песенник, автор «Смуглянки» и «Орленка». Нас встречает его дочь Наталья Гончарова. Но об этом в следующей программе. Редактор субтитров А.Семкин